Всем огромный привет! Решила снять для вас видео, поскольку я сейчас собираюсь записать для вас разговорное видео и, соответственно, решила сразу заснять тот макияж, который я буду делать. И заодно рассказать о тех продуктах, новинках, которыми я пользуюсь, что мне понравилось, что мне не понравилось, о мыслях и так далее. Итак, с чего я начну? Хочу вам сразу показать две такие штучки, они абсолютно классные. То есть, первое это Иридина, вот так вот выглядит, да, это капли голубые для глаз. И есть еще очень хороший аналог, это Кументил, выглядит вот так, ну, видите, совсем чуть-чуть осталось, продается в аптеках. Эти вещи отбеливают глаз, он становится очень красивым, белок такой прям свежий, отдохнувший, часто использовать нельзя. Но ввиду того, что я сейчас буду снимать видео, я глаза закапываю, чтобы взгляд на камере был красивый. Ну и ввиду того, что я поставлю потом лайтбоксы, да, глаза очень сильно краснеют. Вот, а Кументил можно приобрести в аптеках. Вот, если вы идете куда-то на вечер, то, в принципе, я советую использовать, да, вот, не для ежедневного использования вещь. Так, и так, будем сейчас глазки закапывать, вот, вы будете прям красивой-красивой. Вот, не готовилась я к постановке видео с макияжем, вот, нет у меня там задних фонов каких-то, ну, короче, снимаю, есть так, как есть. Так, закапываю. Далее, я попробовала вот такую вот базу от NYX. У меня раньше была такая база, она была, ой, сейчас. Такая база, она была медовая. Вот, кстати, медовая мне очень понравилась на зиму, поскольку, знаете, у меня была такая ситуация, что мы лежали с ребенком в больнице, да, там такой сухой воздух, что я думала, что я вся просто, не знаю, что у меня кожа просто полопается от сухости. Так вот, та база, несмотря на то, что многие говорят, что она липкая, моя кожа делала так, важно, вот, она впитывала ее всю, никакой липкости не было. Вот, решила попробовать вот это, знаете, второй раз я ее не возьму, я не буду говорить, что она какая-то плохая, вот, ну, как бы, я набираю лопаточкой, от другого крема, лопатки в комплекте нет, она гелевая, вот такая, вот так вот она выглядит, прозрачная. Вот, а второй раз этот продукт я не возьму, да, просто наносим, у меня впереди зеркало, я буду туда посматривать, если вы не против, да. Фамера тут чуть-чуть на бок, надеюсь, что света у нас хватит, мне кажется, что у нас будут мешаться, ну да ладно. Так, по поводу тональных кремов, что мне понравилось в последнее время, не знаю, снимать для вас отдельное видео, или сейчас прям все рассказать. Так вот, летом я часто пользовалась вот этот вот CC крем от Lumine, он очень известный, я брала в самом темном оттенке. Девчонки, я советую не набирать миллион тональных кремов, лучше взять какие-то светлые и какие-то темные оттенки, желательно, конечно, одного бренда, но у меня достаточно много тональных кремов светлых, которые остались, я, кстати, пользуюсь тональными каплями от Clorans, вот в каком-нибудь видео покажу. Так вот, я смешиваю, но сейчас я буду не этот оттенок использовать, я вам покажу, вот, что такое, надеюсь, вырезать потом такие нюансы, ну ладно. Вот, я сейчас использую от Manly Pro, вот такой Dream Skin кожи мечты, у них была вот такая вот старая упаковка, есть у них, это был легкий стойкий тональный крем HD High Definition, вот у него был перевыпуск, и я когда приезжала, просто моего тона не было, вот он просто супер, бомбический, вот этот я, якобы, он сухой, ничего не могу сказать, ни хорошего, ни плохого об этом тональном креме, и еще могу сказать, что да, второй раз я опять-таки его не возьму. Знаете, вот, наверное, тональный крема это то, в чем я реально экспериментирую. Я беру тональный крем на ладони, он немножечко для меня сейчас темноват, и я возьму вот такой тональный крем от Pais, вот, и просто смешаю. Тональных кремов светлых у меня предостаточно, вот, я их смешиваю для получения того оттенка, который мне необходим. Мне нравится достаточно такая тонированная кожа, я добавила второй оттенок, перемешаю, наверное, я его просто пальцем, просто пальцем на ладошке перемешиваю, кто-то на тыльной стороне делает, мне удобнее так. Вот, мы его наносим, да, часть этого макияжа является моим макияжем дневным, сейчас будет немножечко, капельку больше яркости, но, для того, что я буду снимать видео, но я постараюсь словами описать, как это все сделать легче, обычная синтетическая кисть, я предпочитаю такие вот бочонки, быстренько разносим тон, обязательно заходим на шею, так вот, да, обязательно заходим на шею, это необходимо, прокрашиваем лоб, девочки, обязательно еще вот эти вот области, обращайте внимание, что на них тоже надо как-то немножечко заходить, чтобы не было такого эффекта маски. Да, я вам сейчас покажу те покупки косметики, которые вот прям классные, о которых вы постоянно спрашиваете в инстаграме. Вот, здесь, я думаю, ничего такого особенного нет. По поводу тональных кривых, которые я хочу попробовать, знаете, я хочу попробовать Dior, вот, флюидовый, вот, вроде как они неплохие. Еще очень советуют Шоссейда, вот, советуют Шоссейда, я еще не знаю, что я выберу. Далее, по консилерам, по консилерам, что у меня сейчас есть, что мне нравится. Периодически буду приметь, это просто мой туалетный столик, да, никакой подготовки к видео не осуществлялось. У меня вот такой вот консилер в свете 01 от Clorans, плюс консилерам огромный объем. Здесь, девочки, 15 миллилитров, огромный. Другой мой консилер, который тоже мне нравится, это Esomoran, кисточки, вот, вот эти вот золотые ручки. Вообще, они мне нравятся реально больше всего, но у них гораздо меньше объема. Сколько у них объем? 8 миллилитров, здесь 15, здесь практически в два раза больше. Часто на них в рябкошах бывают скидки. Очень их любят из-за жесты, я уверена, что они их любят из-за объема. Ну, сейчас я буду подсветлять, ну, честно, кисточки мне нравятся больше, чем вот этот консилер. Возьму ли я второй раз, но если мне нужно будет что-то взять относительно бюджетное, чтобы вообще надолго, не знаю, 15 миллилитров, это год надо умазюкивать. Также я беру абсолютно чуть-чуть консилера. И, девочки, я вот эту вот маску не делаю себе под глаза, вот эту вот разрисовку. Вот, я нанесу кисточкой, опять-таки, синтетикой, я люблю кисти. Я легкими похлопающими движениями добавляю тональный крем. И никаких вот этих вот полос безумных, где куча тона, я считаю, что это вот такая вот маска, ну, это вот прям перебор. Я добавляю чуть-чуть, высветляю и наношу, высветляю века, да, для того, чтобы лучше укладывались тени, да. То есть, видите, я наношу буквально капельку никаких вот этих вот безумных полос, которые модные так в Инстаграме. Не знаю, мне кажется, там бедная кожа, так она же там запреет вся под этими, такими количествами тонального средства. Чуть-чуть, все, буквально чуть-чуть. Я не размазываю, а немножечко как вбиваю, да. Синяков каких-то особых у меня нет, поэтому замазывать мне особо нечего, лишь бы просто тон был ровненький. Я еще люблю вот высветлять вот эту вот область около, на крыльях носа и вот сюда добавлять. Вот здесь вот мне нравится на подбородке. Так, слушайте, я, по-моему, не принесла пудру свою. Вот какая редиска. Сейчас, похоже, побегу за пудрой. Так, все, по большому счету с кожей мы закончили. Все, взяла. Значит, сейчас моя политика в плане косметики и приобретения косметических средств – это адекватное потребление, да. То есть, я стараюсь не скупать миллион-миллион всего, вот, расходников. Вот сейчас я пользуюсь пудрой пупа, она просто нескончаемая, господи, я даже не знаю, какой-то номер, какой-то светлый. Это очень известная их базовая модель. Вот. Хочется мне, конечно, другое, но смотрите, как много еще продукта, поэтому, ну, не хочу я тратить деньги, да, на все это. Есть мне статировать доходы, расходов, куда стоит потратить, да. Я припудриваю, получается, Т-зону. И также, в принципе, вам советую, купили пудру, если она вас, в принципе, устраивает, да. Ну, конечно же, меня особенно на распродажах, или еще хочется приобрести какие-то сейчас большое количество чего-то нового появилось. Хочется, очень хочется. Вот. Ну, хватит. Хватит. Дальше. Я пользуюсь вот таким контурингом, да. Он мне очень нравится. Номер у него 202. Девочки, это, по-моему, про мейкоп лабораторий. Вот. Они, это профессиональная косметика, по-моему, российская, да. Вот. Стоимость в среднем у него около, девочки, сколько? Рублей 800, наверное. Шикарный. Шикарный. Я постараюсь на вас найти ссылку. Размещу ее внизу. Скиснуть я не могу. Просто обычная скошенная кисточка, балериде. Я подчеркиваю скулы. Я люблю тонированное лицо. Я люблю контуринг. Кому не нравится, бога ради, никто никого, как говорится, не заставляет. Но мне вот эти вот бледные лица, ну, вот это не мое. Все-таки мне сейчас нравится такое ощущение яркости. Цвет очень красивый, девочки. Ну, просто. Посмотрите, какой шикарный цвет. Цветопередача сейчас будет очень грамотная. Кстати, это адекватный, адекватный контуринг для теплой девушки. Потому что сейчас настолько вот эти вот всем безумно какие-то холодные цвета. Вот мне не идет. Оно, я выгляжу со всеми этими холодными вещами. Я выгляжу, как будто у меня какая-то грязь. Ну, мне нравится, мне нравится. И не надо как бы настаивать всех под одну гребенку, что всем идут эти вот серые полосы. Кстати, вот что мне понравилось. У этого бренда там есть контуринги и для холодных девушек, которые вот прямо ходят вот в этот серый. Есть контуринги вот такие. Они тоже цвет натуральной тени, но они немножечко с теплинкой. Не рыжинкой, а теплинкой. Это огромная разница. Вот, я нашла для себя очень мне нравится. Я его точно использую до конца. Потом, наверное, схожу золотое яблоко. Кстати, да, в Питере он открылся. Я туда еще ни разу не ходила. Девочки, я просто боюсь. Серьезно, я боюсь туда заходить. Боюсь, потому что думаю, что моя кредитка этого не потерпит. Так, Мэри Лу, вот, это такой хайлайтер Мэри Лу от, господи, кто что-то это у нас. От Балу. Шикарный, шикарный хайлайтер. Вот я тоже купила один хайлайтер. Хороший, качественный. Это вы сами знаете, без цели. Вот хороший, качественный. Он мне нравится. Вот я его расходую. И не буду я покупать другие хайлайтеры. Он по, видите, он такой получается, у него цвета, блеск цвета шампань. Да, то есть такой невесточкин, да, если можно назвать. Наношу ее кистью, это тоже Валериденко, да, но девятим. Вот, есть у меня один хороший хайлайтер. Я не пойду покупать какие-нибудь хайлайтеры в подружке. Очень люблю этот магазин, да. Но я предпочитаю купить один нормальный и пользоваться им. И, кстати, вот эта вот штука уже, знаете, надо не делать. Вот эту вот штуку надо не делать на носу, потому что, знаете, выглядит это по-дурацки. Если честно, вот нанесу на верх кубы. Все. Про хайлайтеры. Так, задвините. Про хайлайтеры. Про хайлайтеры лицо. Вот. Дальше по поводу румян. По поводу румян. Девочка, кто с холодной кожей, очень рекомендую наросоргазм. Вот. На сегодня у меня будет такой макияж очень теплый. Так, по поводу румян. Кстати, я куда-то заныкала свои любимые румяны. Ладно. Буду показывать вам, грубо говоря, то, что есть. Вообще, ввиду того, что я сейчас буду делать макияж в теплой гамме, он мне нравится. Да, я рыженькая, я это подчеркиваю. И я в скором времени, вот что я себе приобрету, я хочу купить себе именно теплый персиковый румяный, без розовинки, вот без розового. Да, вот вы видите, какие остатки, насколько я любила цвета персиков. Это у нас был какой-то вообще лореаль. Вот. Достаточно неплохи были вот и в плане персика. Это были Like a Doll Pupa, да, номер 300. Вот. Они тоже достаточно неплохи. Кстати, они шиммерные. Но сегодня я хочу что-то вообще, где нет розового. Почему-то уже все считают, что розовый идет всем. Мне не нравится розовый. Вот. Вот я нанесу немного этих румян, да. Вот, кстати, за румяными надо будет мне все же как-нибудь съездить в неблоко. Да. Вот. Немножечко на носик, да. Здесь мне нравится именно этот персиковый оттенок. Чуть-чуть сюда. Для того, чтобы освежить лицо. Значит, пока мы тут сидим и с вами болтаем. Надеюсь, вам со мной не скучно. Нанесу бальзам обычно на губы, чтобы губки пока увлажнялись. Дальше брови, 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 брови. На бровях у меня татуаж, поэтому делать мне особо тут ничего не надо. Я иногда наношу теплый оттенок теней, для того, чтобы не стали более теплыми. Это я уже сделала. Итак, начинаем, приступаем к макияжу глаз. Интересно, мне татуировать можно? Ну ладно. Я вам советую не покупать конкретно какие-то палетки под конкретный макияж, который вам показывает блогер. Есть огромное количество хороших палеток, которые имеют базовые цвета. Главное, на самом деле, иметь хорошие базовые оттенки. Если у вас нет базы, не бегите, не покупайте эти золотистые, серебристые и так далее. Нужно иметь крутую базу, хорошую. Значит, смотрите, первое, что я всегда делаю, это накладываю тень на складки. Кстати, шикарно подходят любые корректирующие пудры. То есть вот этот цвет, который вы тушуете, должен быть у вас всегда. Я буду использовать, это вот такая вот старая палеточка. Не в смысле, что она у меня старая. Не, у меня она старая. Я про то, что это очень старый бренд известный, да, Мейка Пателье. Возможно, кому-то не нравится их тональная крема, я их не покупаю. Когда-то купила и базовую палетку, да, я ей постоянно пользуюсь. Потому что это базовые цвета, которые мне подходят. Они мне нужны, да. Особенно вот эти вот два. Ну, этот белый мне очень нравится. Вот, ну что, я беру обычную кисточку, кстати, я распушила. Это опять-таки, по-моему, Валерит Эм. Вот, я наношу средний оттенок, светло-коричневый. Так будет, надеюсь, видно. Я наношу его в складку. Вот, вот эти процедуры, которые я вам показывала сейчас, я делаю действительно каждый день и в любом макияже. В 95% случаях складочку я подчеркиваю. Сейчас то, что я делаю, макияж на самом деле безумно не сложный. Вот, и подходит всем абсолютно. Ну, практически, я в этом уверена. Далее, что я сделаю? Я возьму опять-таки этот светлый оттенок. Девочки, вы можете использовать вот такие вот светлые молочные оттенки. Есть в любых палетках. Я не знаю, если это у меня красивая такая, кстати, палетка. Посмотрите, какая есть от Тарта, да. То есть, берете, вот, открою, да. Допустим, если мы берем нейтральные оттенки, этот вот этот или вот этот, да, молочный, это вот этот. Чаще всего во всех палетках, если это палетка базовая, вот, то у вас эти цвета есть. Сейчас мы, кстати, перейдем к худи, к худо-бьюти. Мы будем оформлять именно фишка всего этого макияжа, будет именно в ее тенях. Я возьму вот этот светлый оттенок. Сейчас я вам его покажу. Вот этот вот светленький оттеночек. Возьмем вот этот вот светленький оттеночек. Он немножечко имеет глиттер в составе. Мне это очень нравится. Я подчеркну вот здесь вот глаз. Для того, чтобы немножечко освежить. Вот это вот прям круто вот этот свет смотрится. Глаз такой. Вот, еще что я могу сделать в дневном макияже, потому что обычно же, это сейчас мы с вами болтаем, а так-то обычно времени на все это дело у нас не особо много. Вот, я возьму, 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 возьму коричневый, обычный, базовый, стандартный коричневый, который есть тоже у всех. У всех абсолютно. Мы просто немножечко подчеркнем уголочек, да, добавим интенсивности. Так, не видно, да? Просто подчеркнем, добавим чуть-чуть интенсивности в угол и немножечко тушу. Просто капелька, просто немножечко. И да, у кому-то такой макияж, он уже вечерний, ну, допустим, мне на зиму вот нравится такой макияж днем. Да, естественно, Лена, такой макияж днем я делать не буду. Ну, все люди разные, как говорится. Любимая фраза в Санкт-Петербурге, все люди разные. Да. Так, ну, переходим к моей любимой-любимой-любимой палетке на данный момент. Вот ее однозначно могу советовать к покупке. Если у вас она есть, вы создадите любой вечерний макияж. Вот, любой. Она просто шикарна, она бесподобна, она дает огромное количество вариантов для эксперимента. Вот эта известная палетка от Худы Бьюти, да? Шикарные цвета, шикарные. Вы знаете, каким я не пользуюсь? Этим и два, двумя розовыми я не пользовалась. Вот этим вот красным, по-моему, как-то один раз. И самые мои ходовые цвета здесь фантастический, фантастический черный оттенок. Это самый черный-черный, который я видела. Он шикарен. Вот здесь вот этот вот цвет, если мы говорим о каком-то оттенке светло-коричневого, может быть, даже я его сейчас и добавлю. Вот его можно прекрасно вот накладывать в складку. Вот этот вот цвет, да, для всех сейчас безумно модных макияжей, он будет круто смотреться. А все вот эти вот глиттеры, они шикарны. Вот эти вот три нежные, три посерединочки. Я бы сказала, что это вот дневные варианты мы сейчас будем использовать. И я вам покажу, потом наложу какой-нибудь из более ярких, светящихся вариантов. Вот, палетка стоит своих денег. Пигментация теней просто, ну, она нереальная. Я возьму вот этот вот оттенок, достаточно базовый, нейтральный, вот такой вот. Он называется Бабли. Бабли, да? Вот я их ношу прямо на палец. Вот, посмотрите. Вот такая красота, какая я. И нанесу на центр глаза. Потом прям дорого-богатый, да? Сейчас, подождите, мы сейчас еще сделаем, как говорит моя подруга, Баба Праздник, да? Вот, нанесем на центр, как подложку. Вот, девочки, если делаю дневной макияж, вот на этом я остановлюсь. Да, то есть, может быть, сделаю стрелку, либо подчеркну нижнее веко, но на этом я остановлюсь. Но мы же с вами сейчас сделаем что-нибудь не сильно дневное. И я добавлю, наверное, сюда немножечко, наверное, отчет фант вот такого вот оттеночка. Просто немножечко на центр. Чтобы прям празднично, весело было. Все-таки видео буду снимать. Все это красиво смотрелось. Вот, то есть я вполне миксую оттенки из этой палитры. Один на другой накладываю. Классно все смотрится, но они шикарные. Они просто шикарные. Сейчас салфеточку взять. Так, с верхним веком. Так, отлично. Дальше. Сейчас за форму нижнее веко, а потом перейдем к стрелке. Из классных штук, которые я нашла, девочки, шикарные вот такие карандаши от NYX. Кстати, у них есть еще, знаете, какая линейка. Вот я не буду брать, как они там все называются. Есть вот такие вот, которые цветные, да. Вот эти, они, по-моему, гораздо лучше. Вот эти неудобно точатся. Да, они какие-то прям чересчур мягкие. Не в восторге, да. Вот это прям супер. Ну, кстати, я очень часто, когда делаю вот этот макияж, прокрашиваю слизистую карандашом. Обратите внимание, что нужно прорисовывать один раз, потом еще один раз, да. Чтобы цвет был действительно ярким. И сейчас мы сделаем с вами... Сейчас мы с вами сделаем просто коричневый. Может быть, как-нибудь я сделаю макияж именно такой вот с цветными бликами. Либо, может, в Инстаграм его сниму. Как это все выглядит. Именно такой же макияж, да, только, допустим, с цветной... Я вообще не понимаю, куда смотреть. Ладно, именно с цветной, слизистой. Так, полетели. Взяли карандаш. Так, видно, видно. Вот, и я прорисовываю просто слизистую. Вот, если я, конечно, хочу какую-то оранжевую помаду, то я нанесу обязательно вот такой вот зеленый или фиолетовый карандаш. И это очень красиво. Это прям очень-очень-очень красиво. Я... Вот этот карандаш... Так, вот этот карандаш... Он прям шикарно прокрашивает. Он не мягкий сильно и не жесткий. Он не царапает. И тем не менее, он не ломается, как собака, да. Потому что очень часто подобное явление. Вот. И я просто пройдусь сверху, немножечко прокрасив ресничный край. Вот. Если не болтать, это все делается, ну, на самом деле, очень быстро. Так, дальше возьму, вообще, мои две сейчас бутные самые любимые кисточки. Очень советую Бори Фейс номер 7 от Наташи Шик. Шикарно. Это прям такая лапка. Она великолепно подходит для тушевки карандаша. То есть, обратите внимание, пожалуйста, что карандаш мы всегда тушуем синтетической кистью. А, нет, я даже не понимаю, куда мне смотреть. Слушайте, знаете, я хочу сказать, попробуйте поставить дома камеру, и вы поймете, насколько неудобно сразу становится краситься. Такое чувство, что сразу косорукая какая-то непонятная. Вот. С таким макияжем часто я могу на этом макияже уже остановиться. И вторая кисточка, ее, кстати, почему-то очень сложно достать. Это Real Technique. Вот она, не знаю, она без номера. Вот такая тоже маленькая лопаточка. Она тоже великолепна. Но я возьму, опять-таки, тот же базовый цвет, который у меня был бы, вот светло-коричневый. И просто нанесу тени по низу на карандаш. Буквально немножечко. Вот. Часто такой макияж, если добавить... Добавив тушь, в принципе, я уже останавливаюсь. Вот. Но я хотела вам, на самом деле-то, что показать? Я вам хотела показать, насколько шикарно смотрятся стрелки из вот этих теней от Huda Beauty. В макияже сейчас, просто в последнее время, когда я появляюсь где-то вот с этим макияжем, с этими стрелками коричневыми, получаю именно массу комплиментов. Боже, какие классные стрелки. Хотя, казалось бы, девочки, вы все можете это сделать. Я уверена, у вас у всех темных теней коричневых достаточно. Но здесь фишка в чем? Потому что они такого цвета какао. Они как немножечко коричнево-красные, да. Вы можете взять, я думаю, что потом как-нибудь я сделаю такую стрелку. Возможно, я даже сделаю такую стрелку. То есть обратите внимание, что вообще все ваши темные тени насыщены. Используйте как стрелку. И, кстати, эту стрелку наносить гораздо быстрее, чем рисовать стрелку подводкой. Теней у вас предостаточно, поэтому меняйте свой образ. Что мне еще нужно будет для создания стрелки? Мне понадобится вот такая синтетическая кисточка. Я про нее уже рассказывала. Это Pinax Creative Synthetica 344 номер 6. Продается в буква Едах, стоит рублей 200, не больше. Вот, и сразу немножечко консилера добавлено в ладонь, потому что я буду таки поправлять стрелку. Вот, наверное, дождались. Наконец-то мне прошло полчаса самого интересного в этом макияже. Вот, у меня 266 кисточка от MAC. Кстати, мне чем нравится, что она немножко распушилась в конце. Именно тонкая, мне лично неудобно. Берем тени, набираем, немножечко стряхиваем. О, Господи, как же это сделать, чтобы это было видно. Вот, кстати, бьюти-блогеры, я вообще именно восхищаюсь в этом плане, насколько им тяжело это все делать. Я просто тени накладываю вдоль ресничного края. И, смотрите, берете просто кисть, ставите и проводите разочек, и соединяете. Можно немножечко хвостиком вытянуть эту стрелочку. И в чем основная, наверное, ваша задача, фишка? Берете прямую синтетическую кисть, какой вам удобно. Просто мне удобно эта, она у меня уже миллион лет. И я ставлю кисть вот здесь, и просто мою стрелку я вытягиваю и почищаю. Наверное, на этом глазу будет душеверно. То есть создание стрелки, создание стрелки это настолько быстро, настолько просто, что справится любое. Если что-то вдруг у вас не получилось, сюда на себя, то просто возьмите кисточку прямую и просто поправьте. и просто поставили, провели и немножко соединили. Чуть-чуть вытянули. Чуть-чуть. Чуть-чуть. А вот да, вот здесь хорошо будет видно. И экран, да, телефонный. Это, конечно же, супер. Такое зеркало, скажу я вам так себе. Ну ничего. Господи, посмотри, это зеркало как-то выглядит теперь. Да, пьюти-блогеры. Это та еще тема. Вот у нас и получились стрелки. Классные, быстрые, легкие и безумно простые. Дальше у меня сейчас вот такая вот бомбастик от Гош. В принципе, кстати, неплохая тушь. Посмотри, тут у меня вообще глаза ровные. Строблю ровные, не факт, что сейчас будут. Если вы хотите еще, не важно, растушевать эту стрелку, берете кисточку и тушуете вот сюда. Вот так вот, легонько. И можете добавить какой-то еще дополнительный цвет вот сюда. Тоже будет очень красиво. Слушайте, мне кажется, что я уже снимаю полчаса. Так, полетели. Накладываем тушь. Накладываем тушь. Смотрите, какая у нее щеточка интересная. У нее такой шарик на конце. Очень, кстати, этот шарик, это штука удобная. Этот макияж вы меня часто видите просто под разными цветами, которые я комбинирую, использую. Вот эти шарики, кстати, очень удобно растягивать ресницы, как бы выкладывая их в определенную форму, да. Особенно вот эти вот хвостики, которые уголочки, ищешься, вечно как-то пытаются так накраситься в дурацки. Вот. Она достаточно хороша. Мне, по-моему, вообще как пробник как-то дали, положили с какой-то покупкой в Ревгоше. Вот. Ну, я хочу сказать, очень даже неплоха. И у хорошей, знаете, какая тушь? От Эвеля, не поверите. Так, губки, губки. Вообще, я бы не кучу, что от этого освещения все бликует. Ну, ничего, я подойду к дневному свету, чтобы все посмотрели. Я буду использовать липпенсел 860 от NYX. Вот. Карандаши у них для губ хорошие. В принципе, могу абсолютно посоветовать. Так. И сейчас вам посоветую обалденную помаду. Кстати, они снимают, их снимают с производства, поэтому прям очень советую, если вам нравилась эта помада на мне. Я считаю, что она вот прям... Так. Сейчас накрашу. Она прям шикарная. Потому что у нее потрясающий цвет. Красивая, нейтральная, нюдовая помада. Это Matlip Fluid номер 012. Влеклый, да? От Пупа. Девочки, да, снимают их с производства. Очень советуют цвет. Он очень красивый. Он, знаете, нюд розовый, с бежевым, но у него нет вот этого дурацкого трупного вида. То есть нюд, где у вас живые губы. Нет, не знаю, еще непонятно что. Классно смотрится и летом, и зимой, и под вечерний макияж, когда глаза яркие. И ничего не хочется. И они как соло выглядят очень даже. Как-то вот, короче, так. Итак, да, вот такой вот макияж получился. Для кого-то он может показаться ярким, для кого-то нет. Для меня зимой он яркий. Мне кажется, я так хожу на работу, я так выгляжу, я так встречаюсь с подругами. Я люблю подобные породы макияжа. Я надеюсь, что вам он понравится. Я надеюсь, что я ответила на часть ваших вопросов, которые вы мне задавали в Инстаграм. Сейчас пойду для вас снимать другие ответы. Так что ждите. Я не знаю, какое видео будет первым. А пока я вас всех целую. С вами была Настя. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok